Всем привет! С вами отчаянные путешественники. И сегодня нам предстоит поездка в Огро. Наш маршрут это Огро и его окрестности. Мы как всегда будем много останавливаться, фотографировать и смотреть красивые места. И сейчас у нас первая остановка на берегу реки Даугава возле Даугавской ГЭС. Сзади меня, я сейчас повернусь спиной, это дамба Рижской ГЭС. Здесь есть место для пикника, где можно посидеть, развести костер. Это место находится в Саласпилском районе и сейчас мы идем к одной достопримечательности. Это древняя церковь. Церковь Святого Юрия. которая была построена в 1380 году во времена правления крестоносцев. Сегодня 29 апреля, суббота, светит солнышко. Здесь в этом месте есть раздевалки. Как я уже говорила, места для пикника. Там сзади есть детская площадка. Мы подошли к развалинам церкви Святого Юрия, которая находится на берегу Даугавы, недалеко от города Саласпилс. Церковь была построена в 1380 году во времена Ливонского ордена. Это здание когда-то имело черты готического стиля. На протяжении веков церковь многократно разрушалась во время войн и потом остраивалась заново. В 1997 году над обломками церкви установили крест. Даугава, пожалуй, самая широкая река в Латвии. Сзади меня находится Даугавская ГЭС. Из Даугавы берется питьевая вода. Здесь недалеко, в трех километрах от этой древней церкви, находится еще один памятный знак – Мемориал Ако. Мы к нему подъедем, и тогда я расскажу, что это за памятный знак. Ну вот, мы подъехали к этому знаменитому знаку Ако, и я вам сейчас немножечко расскажу его историю. Памятный знак Ливам и их предводителю Ако. Этот мемориал посвящен освободительной борьбе коренных жителей побережья Даугавы против немецких крестоносцев. До прихода крестоносцев в X-XIII веках на берегах Даугавы жили племена Ливов. В этом месте в 1206 году произошло восстание Ливов против крестоносцев. Лидером восстания был человек по имени Ако, поэтому мемориал называется «Знак Ако». Вождь Ако в той битве погиб, а епископ Альберт получил его голову в знак Победы над Ливами. Мемориал был установлен в 1994 году. Устремленные вверх столбы символизируют борьбу противоположных сил, которые объединяются наверху, сливая знак Солнца. Рядом с этим мемориалом находится место, где археологи обнаружили старейшее и известное в Латвии поселение Каменного века. А это была наша вторая остановка. И сейчас нам нужно проехать примерно 20 километров вперед. Сейчас мы едем в парк Шпаковского. А у нас следующая остановка – парк Шпаковского. Парк Шпаковского находится в 40 километрах от Риги, недалеко от города Огры. В его пригороде – Парогры. Почему он называется парком Шпаковского? Потому что его основал Яниш Шпаковский. Яниш Шпаковский был жителем города Огры. Он всю жизнь прожил в этом городе. И ему пришла к голову такая идея, что можно основать такой дандрологический парк. Площадь парка занимает почти 6 гектаров. Сейчас мы по нему пройдемся. И я вам буду походу рассказывать что-то интересное. Мы подошли к смотровой вышке. Она находится прямо в парке на возвышенности. И с вышки открывается красивый вид на город Огры. В парке высажено много видов различных деревьев и кустарников. И вот здесь есть таблички с названиями. Мы подошли к какому-то красивому камню. На камне надпись «Саулестака». Это значит «Солнечная тропа». Сейчас мы пройдем по этой солнечной тропе. Мы подойдем к самому красивому месту этого парка. Самое красивое место в парке Шпаковского находится как раз в центральной его части. Там есть небольшой мостик через пруд. Этот островок посреди пруда называется романтично «Островок любви». Здесь очень любят фотографироваться молодожены. Хотя парк не такой большой, но в парке очень много тропинок. И у каждой тропинки есть название. Вот эта тропинка называется «Ротари». В парке много скамеек, где можно посидеть по тенью дерева, отдохнуть. В общем, можно сказать, что это скамейки для медитации. Субтитры добавил DimaTorzok Это был парк Шпаковского. А нам пора ехать дальше. И следующая наша остановка – променад на реке Огре. А у нас следующая остановка. Сейчас мы находимся в городе Огре. Сзади меня горбатый мост. Сейчас мы пройдемся по променаду вдоль речки. И по дороге посмотрим достопримечательности. Здесь есть два пешеходных мостика. Один понтонный, а второй называется горбатый. Сейчас мы пройдем по потонному мостику, подойдем к дереву любви и потом пройдем по горбатому. На этом мостике может находиться не более 5-6 человек на расстоянии 5 метров. Он не может выдерживать большие нагрузки. Мы подошли к дереву любви. Здесь влюбленные вешают замочки. Город Огре называется по имени реки, на котором он построен. До 1917 года город назывался Огер. В XIII веке здесь были поселения древних латышских племен. После вторжения крестоносцев местность отошла к реческому епископу. Затем, после Ливонской войны, к полякам и шведам. В результате Северной войны эти земли вошли в состав России. Вдоль всего променада есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивые фото. Я сейчас нахожусь как раз на одной из них. Здесь довольно рельефная местность. И большинство домов и особняков стоят на возвышенности. Вот это красивое строение впереди. Это православная церковь. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Это латвийская православная церковь. Храм святого Николая Чудотворца. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Это был променад на реке Огры, а мы продолжаем наше путешествие, и нас сейчас ждет карьер Дуб-Колну. Мы едем дальше. Мы приехали в конечную точку нашего путешествия. Путешествие Огры-Зылы-Калны. Синие горы Огры. Здесь есть большая парковка, бесплатная, но от парковки нужно пройти примерно километр до места. Сейчас мы сначала подойдем к смотровой вышке, а потом пойдем к самому карьеру. Мы подходим к смотровой вышке. Это очень популярное место. Нам на встречу идет группа туристов. Сейчас мы залезем на эту вышку наверх и посмотрим панораму сверху. Мы поднялись на смотровую вышку. Довольно высокая вышка. Отсюда виден весь город. И даже не весь город, а целых два города. Башня довольно высокая. Здесь не написано, сколько она метров в высоту, но она выше деревьев. И в правилах написано, что в самой высокой точке может находиться не более 20 человек. Ну вот, у нас последняя остановка. Наконец-таки мы дошли до карьера. Это красивое озеро с голубой водой искусственного происхождения. Он называется карьер Дуб-Калну. Есть пляжи, места для отдыха, раздевалки. Сейчас довольно сильно светит солнце и стало довольно жарко. Хотя температура примерно 14-15 градусов, но сейчас жарко как летом. К сожалению, вода еще холодная, чтобы купаться. Вокруг карьера есть природная тропа. Есть несколько спусков к пляжу, деревянные ступеньки. Это место называется природный парк Синие горы. Карьер Дуб-Калну. Дуб-Кална это, скорее всего, русифицированное название. В 80-х годах карьер был без воды. Здесь добывали гравий. Позже карьер заполнили водой. Средняя глубина озера 2,5 метра. Максимальная 7 метров. Площадь самого карьера 12,5 гектаров. А на этом наше путешествие подходит к концу. С вами были отчаянные путешественники. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok